Всем привет! В этом уроке мы еще немножко сортировок рассмотрим, которые тоже не основаны на самом деле на методе разделяя властвий, который мы изучаем в этой главе. Но совсем немножко. Итак, во-первых, мысль, которую мы уже упоминали. Если нам надо отсортировать какие-то небольшие числа, то есть не абстрактные какие-то объекты, записи в базе данных, а мы знаем, что просто небольшие числа. Например, вот дан массив, и в нем все числа мы знаем, что это целые, там 1, 2, 3. Тогда, конечно, нам не так и обязательно их сравнивать друг с другом. Нам достаточно посчитать, сколько у нас есть единичек, двоечек и троечек в нашем массиве, ну и после этого просто перезаписать там исходный массив, ну или в новый записать. Именно, ну вот в этом примере мы за один проход по массиву, то есть вот это произошло за время, конечно же, в оттен. Мы прошли и посчитали, что у нас есть 5 единиц, 7 двоек и 3 тройки. После этого вот мы там 5 единиц сюда записали, 7 двоек, вот они, и там 3 тройки. Ну, нам надо не совсем записывать. Мы помним, что элементы в нашем исходном массиве могут быть не просто числами, а на самом деле ключами каких-то объектов. И нам надо хранить не просто ключи, а указательные на эти объекты. Ну, другими словами, нам надо перестановку исходных объектов найти, поэтому все чуточку сложнее, чем я здесь сказал. Но тем не менее, понятно, что все это работать будет за линейное время. Что немножечко даже странно, в том смысле, что мы же доказали с вами, что никакой алгоритм быстрее, чем за NLUGAN сортировать не может. Но здесь мы говорили про алгоритмы, которые сортируют сравнениями. Здесь мы элементы друг с другом не сравнивали. Мы вообще не обращались к орокулу сравнения. Мы воспользовались нашим знанием о том, что в массиве живут числа еще и целые, еще и небольшие. Поэтому это позволило нам создать небольшой массив. Вот такой вот, который там за UATAM мы заполнили. Ну и потом тоже мы по этому массиву проходились, чтобы заполнить результирующий массив. В общем, давайте напишем сразу псевдокод. Это называется сортировка под счетом. Итак, алгоритм работает в предположении, что массив содержит целые числа из промежутка от 1 до M большого. На самом деле, если бы промежуток был чуть другой, там от минус M большого до M большого, ну просто можно было бы... Этот алгоритм тоже бы работал, но надо было бы сдвинуть, например, просто весь отрезок там как-нибудь на M, чтобы получились просто числа на M плюс 1, например, чтобы получились числа от 1 до 2M плюс 1, допустим. То есть ему не так важно, что числа прямо от 1 до какого-то числа, важно просто, что это числа из непрерывного отрезка небольшой длины. Ну тогда вот что мы сделаем. Мы заведем массив B размера M, который изначально проинициализирован нулями. Дальше вот что мы сделаем. Мы пройдемся по нему и посчитаем, сколько у нас каждого из значений встречается в массиве A. Другими словами, когда мы встречаем число какое-то A от G, то мы соответствующую ячейку массива B вот здесь увеличиваем на единицу. Итого, после этого цикла у нас B от I это количество раз, когда I встречается в A. После этого мы сделаем нечто такое вот странное. Посчитаем так называемые кумулятивные суммы. То есть мы пройдемся по массиву B и к каждому элементу прибавим предыдущий элемент. После этого вот что станет. Ну смотрите, B от 1 это у нас количество раз, которое встречается единица в массиве. Дальше вот у нас цикл идет от 2 до M. К B от 2 мы прибавим B от 1. В B от 2 раньше было написано количество раз, которое двойка встречается. Теперь у нас будет написано количество раз, которое встречается единица и двойка. К B от 3 мы тоже прибавим B от 2. Итого получится количество раз, которое встречается единица, двойка и тройка. В общем случае, после выполнения этого цикла, b от i, это у нас будет количество раз, в а встречается числа меньше, либо равные, чем i. А по-другому, на это можно еще смотреть вот как. Вот смотрите, вот наш массив. Ну хорошо, вот массив а, мы по нему прошлись. Теперь мы хотим что-то записать в массив h'. Предположим, мы вот здесь вот взяли и увидели число 5. Вот вопрос, ну нет. Хорошо, давайте сначала посмотрим на последний цикл, а потом я скажу, что же у нас происходит. Итак, вот последний цикл, в котором на самом деле массив h' и записывается. Давайте посмотрим, что в нем происходит. И вот именно это я и попытаюсь объяснить на маленьком примерчике, который здесь нарисован. Мы идем почему-то справа налево. Совсем скоро станет понятно зачем. Вот давайте посмотрим на последний элемент нашего массива. То есть, g равно n изначально, и мы смотрим, что здесь, например, написано число 5. Вот вопрос, куда это число 5 надо теперь перенести в результирующем массиве. Давайте посмотрим, а что у нас написано в массиве B в ячейке 5. Вообще, после того, как мы массив B изначально посчитали, мы знаем, что вот где-то здесь там должны идти единички, здесь двоечки, здесь троечки, здесь несколько четверок, здесь несколько пятерок. То есть, после первого цикла мы знали, сколько должно быть единичек, сколько двоек, сколько троек, сколько четверок, сколько пятерок. То есть, мы знали длины вот этих отрезков. После этого, после второго цикла, когда мы все поскладывали, в B от 5, например, у нас записана сумма всех длин вот этих отрезков. То есть, B от 5 дает нам просто вот индекс вот этой последней ячейки. Соответственно, туда можно пятерку и перенести. Мы пятерку туда и перенесем, и запомним. То есть, в каждый момент B от I, это у нас будет самое правое место, куда нужно положить число I. После этого, это вот здесь и происходит. То есть, мы элемент A от G, который мы текущий встретили, кладем в индекс, который нам дается элементом B от A от G. Вот, соответственно, он положится сюда. После этого мы соответствующее значение в массиве B уменьшаем на единичку. То есть, после этого, когда мы пойдем сюда дальше и встретим следующую пятерку, то пятерка уже положится вот сюда. Ну, и так далее. Соответственно, просто B от I в каждый момент времени поддерживает как бы самую правую ячейку, куда можно число I положить. Значит, зачем же мы шли, на самом деле, справа налево? Вообще-то, можно было и слева направо все сделать, но здесь мы тем самым более-менее забесплатно заработали себе так называемую стабильность. То есть, сортировка, которая у нас получилась, она обладает свойством стабильности. Которая означает следующее. Иногда нам может захотеться, чтобы, если в исходном массиве есть элементы, которые равны друг другу, чтобы в результирующем массиве они шли ровно в той последовательности, в которой они шли исходно. То есть, алгоритм сортировки, вообще-то, их будет не различать, и они могут идти там в любой последовательности, и мы в любом случае будем считать соответствующий массив отсортированных. Но вот мы можем захотеть, и совсем скоро увидим, зачем, чтобы равные элементы шли в той же последовательности. Ну, у нас прямо вот по этой картинке, которую я здесь коряво нарисовал, даже становится понятно, почему стабильность у нас есть. То есть, мы идем по элементам справа налево, и каждый раз вот мы встретили эту пятерку, это самая правая пятерка, мы ее положили в самое правое место, в которое только возможно. Когда мы встретили очередную пятерку слева от нее, мы положили ее как бы левее, чем вот та правая пятерка, поэтому это свойство у нас действительно выполнится. Значит, время работы нашего алгоритма будет n плюс m, ну, понятно почему. Ну, вот здесь создается массив, даже если там считать, что это за время u от m делается, ну, хорошо, да, этому укладывается в наше время. Здесь происходит вот это за время u от n, вот это происходит за время u от m, ну и вот это тоже происходит за время u от n. Итого u от n плюс m. Если m константа вообще, то это просто линейный алгоритм. Даже если m это, например, какая-то линейная функция от n, то это тоже дает нам линейный алгоритм. Ну, и мораль этого всего в том, что если вы про ваши ключи заранее знаете, что это какие-то небольшие числа, то не надо никакую там быструю сортировку на них запускать или что-то. Можно просто их отсортировать под счетом, и это будет линейный алгоритм. В то же время, опять-таки, если алгоритм у вас, если массив у вас небольшой, то есть там не сотни тысяч, никакие там длина 100, например, то вообще, наверное, реализовывать ничего не надо, и можно вызвать встроенную процедуру, которая вам отсортирует этот массив. И вам не важно будет в этот момент, это n, log n или m, поскольку размер все равно маленький. Но при больших объемах данных это становится уже очень даже актуально. Следующий пример, и это как раз пример, где нам стабильность понадобится, это так называемая цифровая сортировка или поразрядная. Мы его исключительно на примере покажем, все в декод даже писать не будем. Вот предположим, что нам надо отсортировать вот такие вот сколько, 9 трехзначных чисел. То есть предположим, что мы сортируем какие-то числа, которые могут быть даже там большими, но вот у них, по крайней мере, число разрядов, оно какое-то небольшое. И мы можем себе позволить, через d мы обозначим число разрядов, пусть числа десятичные, но работать это может для любой системы исчисления, конечно же, даже не обязательно константный. Вот сейчас мы за n умножить на d это отсортируем. Пока что давайте для простоты предлагать, что у нас десятичная система исчисления, в каждом числении больше, чем d разрядов, но в нашей ситуации это 3. Вот как мы их тогда отсортируем. Мы d раз вызовем сортировку подсчетом. Вот здесь вот, чтобы первый раз ее вызвать, мы сортировать будем по последней цифре. Сначала отсортируем их по последней цифре. Причем нам важно, чтобы здесь была использована сортировка подсчетом, чтобы та сортировка, которая здесь использовалась, была стабильной. Сортировку подсчетом очень естественно здесь использовать, поскольку наши ключи текущие, это просто цифры от 0 до 9. все то есть чтобы сравнить сравнивать их не надо смысле даже цифры то есть как каждое число мы просто можем заменить в этот момент на ну то есть представляете как его последнюю цифру получается у нас всего 10 разных значений и мы там просто посчитаем ну и как было показано уже заполнен и так что что у нас произойдет мы отсортировали по последней цифре вот она подсвечена то есть вот вот число с цифрой 2 последнего с цифрой 3 вот с цифрой 5 вот с цифрой 6 вот три числа с цифрой 7 идут и вот оставшиеся два числа с цифрой 9 то есть последняя цифра возрастает действительно после этого мы отсортировали по первой цифре по второй цифре прошу прощения вот на второе место на первое место встали два числа в которых вторая цифра 0 потом идут числа у которых цифра 1 2 потом цифра 5 6 и 9 Ну и, наконец, по первой цифре после всего этого отсортировали массив, и получился, как видите, отсортированный массив. Понятно, что все это работает за время n умножить на d, где d число просто разряда. Ну и это число вызовав нашей сортировки подсчетом. Давайте теперь осознаем, где же здесь использовалась стабильность. Почему важно, чтобы вызывалась стабильная сортировка подсчетом. Ну, пример здесь подобран так, чтобы показать, что вот представьте, что у нас есть числа, ну не представьте, а вот посмотрите просто на них, 215, 213 и 216. Вот после первой же, чтобы различить эти цифры, эти числа смотреть можно только на последние цифры. Вот мы видим, что они начинаются все на 210, но вот одно это 210 плюс 5, другое 210 плюс 13, плюс 3, другое 210 плюс 6. Соответственно, когда мы их сравниваем, единственный нам шанс понять, что одно там это больше другого, это посмотреть на последнюю цифру. Вот самый первый вот этот вот вызов алгоритма сортировки подсчетом, он и расставит нам эти числа в нужном порядке. Вот сначала будет идти 213, потом 215, потом 216. И нам очень важно, чтобы все последующие вызовы были стабильными, чтобы они не нарушили этот порядок. То есть последующие вызовы уже не могут понять. То есть когда мы сортируем по второму разряду, мы не различаем эти числа, у них у всех единицы. И когда по третьему, ну в смысле по первому, по третьему с конца сортируем, мы тоже не можем уже понять, какое из них больше. Поэтому нам важно, чтобы каждая из этих сортировок сохраняла порядок на тех элементах, которые с ее точки зрения равны. Ну и вот 213, 215, 216 так успешно у нас в том же порядке и сохранились, поэтому результирующий массив получился отсортированным. Время работы еще раз всего этого, это n умножить на d. Так, заключение. Вот мы два простых алгоритма с вами рассмотрели. Первый из них сортирует подсчетом числа от 1 до m. И можно сделать так, чтобы числа от 1 до m за время n плюс m, и можно сделать так, чтобы он был стабильным. А алгоритм сортировки, алгоритм цифровой или проразрядной сортировки делает это за время n умножить на d. То есть мораль всего этого, если мы знаем, что сортируем мы числа, то сортировать можно и не за время n лога, а за линейное время, если числа достаточно небольшие. Нижняя оценка n лога неприменима, потому что мы в этот момент активно пользуемся тем, что это числа, и мы их даже друг с другом не сравниваем. Мы просто считаем, сколько там у нас вхождений того и сего. То есть n лог n это когда мы просто обращаемся к оракулу сравнений, к оракулу сравнения и ничего не предполагаем про входные значения.